друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.ua меня зовут александр перед вами новинка от компании black view моделька называется bv 5000 очень интересный смартфон по моему мнению эта модель относится к классу защищенных смартфонов внегласно она имеет класс защиты ip67 то есть при определенных условиях защита от воды и от пыли давайте сразу же рассмотрим комплектацию вот в такой вот коробке поставляется смартфон здесь на обратной стороне коробки есть технические характеристики основные данные модели в комплекте поставляется поставляется зарядка блочок на 2000 миллиампер часов есть micro usb кабель есть otg разъем есть отвертка с винтиками 8 винтиков на крышку мы можем закрутить 4 и гарнитура больше в комплекте а есть еще вот такая вот документация производителя здесь есть оригинальная пленочка такая же пленка есть уже на экране и в этом конверте лежала у меня вот так вот этот вот пакетик сразу же хочу сказать о внешнем виде смартфона в целом мне понравилась эта модель внешне он классно выглядит есть варианты в черном цвете есть варианты черный с желтыми с оранжевыми вставками и есть цвет камуфляжа то есть это такой зеленый темный цвет модель имеет 5 дюймовый дисплей здесь представлен экран в виде hd матрицы здесь и ps экран есть три сенсорных кнопки эти кнопочки подсвечиваются сверху у нас фронтальная камера датчики приближения освещения динамик разговорный здесь есть микрофон экран у нас вот такого формата он имеет технологию 2 и 5 д есть ролики от производителя о том что этим смартфоном можно забивать как и аукетелами различные гвозди и так далее то есть скорее всего здесь трехслойное стекло такое бронеубойная с этой грани у нас есть металлическая вставка качелька громкости вверх вниз этой грани кнопка включения выключения и также есть металлическая вставка снизу у нас собственно ничего практически нет сверху у нас разъем для наушников и разъем микро юсби сразу хочу сказать особенности этих разъемов заключается в том что они довольно таки глубоко утоплены в конструкцию смартфона и поэтому допустим микро юсби у нас вот такой вот длинный и наушники у нас тоже с удлиненным штекером что это за собой влечет это влечет за собой то что вы будете пользоваться для зарядки только оригинальным кабелем от производителя и если этот кабель у вас выйдет из строя перебьется переломится ли еще что-то то будет довольно таки проблематично найти достойную замену потому что обычным кабелем вы не сможете заряжать смартфон он просто напросто не будет доставать то же самое касается и наушников наушники здесь в комплекте вот такого формата они нормально защелкиваются в целом мои шенхайзеры которыми я пользуюсь они тоже становятся в эту в этот разъем но вот в этих местах она начинает дотрагиваться резинкой ну в общем не так это все удобно не так это все практично как хотелось бы задняя панель представлена у нас в виде обычной пластиковой крышки есть место для четырех винтиков есть 13 мегапиксельная камера с интерполяцией и вспышка под крышкой у нас расположилась вот такая вот резинка она предназначена для уплотнения чтобы не попадала влага здесь огромнейший аккумулятор на 5000 миллиампер часов смартфон работает с двумя сим-картами первая симка верхняя она большая под ней микросим и микро sd карточка объем карточки я ставил на 32 гб все работает все поддерживается динамик располагается вот здесь вот такая вот конструкция в целом в интернете есть отзывы о том что до выдерживает эта конструкция воду я эти все моменты проверять не буду ни удара прочность не воду перенос воды не пыль я скажу следующее эта модель относится к классу защищенных смартфонов ip67 но это не значит что этот смартфон нужно кидать ронять или что-то с ним делать это просто будет вам как бонус что у него трехслойное стекло что у него такой вот прочный корпус и есть прокладка под влагу особо с этим заигрываться я бы вам не советовал и так рассмотрим технические характеристики смартфона все это мы можем посмотреть через программку antutu сразу скажу что здесь не игровой процессор то есть он не топовый и в самые современные игрушки на максимальной графике на максимальных настройках вы поиграть не сможете набирает эта модель 24 3 4 2 что довольно таки средний показатель и по техническим характеристикам модель у нас с построена на базе 5 1 android здесь четырехъядерный mtk 6735 с урезанной частотой из четыре ядра по 1 и 0 гигагерц это сделано в первую очередь для обеспечения максимальной автономности работы достоинством этой модели можно отнести 2 гига оперативной памяти и 16 гиг встроенной памяти 13 мегапиксельная камера с интерполяцией hd экран 64-битный процессор само собой графический ускоритель у нас здесь mali t720 фронталь фронтальная камера на 5 мегапикселей прошивка у нас реализована довольно таки неплохо полностью здесь все переведено на русский язык иконки все у нас располагаются на рабочих столах есть различные виджеты есть различные кнопки быстрого запуска статус бар сверху экран довольно таки яркий и в целом все как бы в этом плане неплохо данная модель может обновляться по воздуху будет она обновляться как только будут выходить адекватные для этого прошивки более новые на данный момент последняя прошивка вот такая и с этой прошивкой довольно таки неплохо все в этом смартфоне работает касательно экрана мне экран нравится углы обзора неплохие учитывая что здесь трехслойное стекло над экраном и запас яркости достаточный и в целом глазу приятно смотреть на этот дисплей как как минимум моему глазу понравилось звучание разговорного динамика микрофона я общался по этому смартфону меня отлично слышали никаких проблем с этим нет внешний динамик довольно таки громкий качество среднего уровня я не могу сказать что это сверх супер качественный динамик нормальный динамик вполне и как бы все достойно играет наушниках я тоже слушал не могу сказать что опять же супер звучание звучание среднего уровня но и басы присутствуют и в целом как бы звучание довольно таки неплохое идем дальше производительность этого смартфона как я уже говорил не топовая здесь нет топового процессора эту mtk 6752 и так далее здесь четырехъядерный 6735 с резаной частотой этот процессор предназначается для автономной работы чтобы смартфон максимально долго держал зарядку я вам покажу как играет asphalt 8 у меня здесь установлены максимальные настройки графики fps довольно таки низкий то есть он проседает и комфортно на таких настройках графики вы с этим смартфоном поиграть не сможете то есть если вы хотите поиграть в что-то более серьезное чем какие-то танчики какие-то subway surfer вам придется графику убирать и выставлять настройки более низкие смотрим как играет asphalt 8 целом вы все сами видели то есть в плане производительности не стоит делать на этом акцент я тестировал естественно работу gps навигации с этим у смартфона никаких проблем нет с путь ники ловит отлично быстро не выходила и даже на улицу на балконе переходим к самому лучшему к самому большому достоинству этой модели это аккумулятор на 5000 миллиампер часов эта модель действительно очень автономная действительно очень долго будет держать зарядку популярный тестер antutu testers у меня показал 13 тысяч 322 балла чтобы вы понимали lenovo p780 флагман в плане автономности показывает порядка 12 тысяч баллов недавно на обзоре у меня был дуги hontom ht 6 эта модель имеет 6 250 миллиампер часов аккумулятор там было был показатель около 14 тысяч баллов то есть можно сделать вывод что эта модель действительно очень автономная плюс ко всему она поддерживает отече разъем то есть можно через кабель который в комплекте и микро юсб кабель заряжать любые другие смартфоны без проблем то есть это полноценный такой power bank будет у вас в руках наверное самым большим разочарованием для меня лично в этом смартфоне получилась камера камера у нас заявлено на 8 мегапикселей от производителя с интерполяции до 13 что и мы можем увидеть вот здесь в настройках видео запись у нас происходит в формате hd но теперь расскажу что же мне не нравится во-первых видео записывает формате hd при этом количество кадров частота кадров у нас нету 30 кадров в секунду поэтому видео получается записывать ну не гладко то есть но такое с небольшими рывками далее фото мне не нравится то что эта камера во первых она очень шумная то есть очень много шумов и поэтому качество очень сильно хромает но шум и шумами но автофокус у этой модели тоже очень очень посредственный я заметил что и при этом это не конкретно на данном смартфоне который я держу в руках у нас не один смартфон в наличии я тестировал и на другой такой же модели и мой напарник тестировал тоже на другом смартфоне blackview bv 5000 в общем в чем смысл вроде бы делаешь фотографию вроде бы все хорошо вроде бы качество нормальное вроде бы все четко но стоит нам пойти влево либо вправо когда мы делаем фотку в горизонтальном положении у нас фокус начинает мылить что мы видим здесь вот смотрите какое качество становится это это вот крайнее правое положение вот такое качество у нас по центру фотографии и вот нам крайнее левое положение где мы тоже видим появление шумов и размытость картинки и вот на таком большом 3 ттн киновой почты у меня вот такого качества получилась фотография вот так вот смартфон замылил изображение вот центр в центре получше по краям значительно хуже качество картинки это вот такой недостаток этой модели это недостаток камеры и ну хотелось бы конечно за эту стоимость за эту сумму денег получить все таки большее качество от камеры потому что ну камера действительно меня расстроила в этой модели в целом все я рассказал то что я хотел давайте я подведу итоги итоги как я вижу этот смартфон однозначно эта модель заслуживает внимание однозначно это очень интересный вариант достоинств у него довольно таки много мне нравится как он выглядит мне нравится вот такой вот 2 5d дисплей стекло трехслойная которая ударопрочная мне нравится то что эта модель моем понимании подняла планку подняла уровень среди так или иначе защищенных смартфонов то есть если сравнивать этот смартфон с тем же там land rover а8 а9 то это уже что-то более приближенное к полноценному нормальному смартфону с хорошим дисплеем с быстрым классным отзывчивым тачскрином с большим аккумулятором с огромным аккумулятором с классным красивым дизайном land rover и это такие сугубо защищенные модели там очень слабенький сенсор он не такой отзывчивый цветопередача экрана и так далее то есть эта модель заслуживает однозначно своего внимания но есть у нее и недостатки недостатками я считаю что могли бы более практичными сделать разъемы для наушников и для зарядки могли бы сделать нормальную камеру я не знаю может быть это зависит от софта может быть это зависит от прошивки конечно же можно будет обновляться на более новые прошивки когда они будут выходить в данном случае у меня стоит последний софт последняя прошивка поэтому ну по камере мне однозначно не понравилось я залью вам фотографии в макросъемки а залью вот эти фотографии на которых мыльное изображение слева справа вот в такой вот ориентации сделаю еще фотографии на дальняк ну и залью видео отдельным отдельным файлом видео заливать не буду потому что ну качество не очень и смотреть там не на что а так в целом очень интересный стабильный смартфон при цене в районе около 150 долларов в наличии в украине с гарантией в китае эта моделька стоит примерно 126 долларов последняя партия закупалась именно по такой цене уже с доставкой поэтому вот такие вот дела плюс ко всему неплохая комплектация от g разъем винтики для крышки довольно таки достойный вариант для тех людей которые хотят себе защищенный смартфон на этом все спасибо большое вам за внимание подписывайтесь на наш канал оставайтесь с нами заходите к нам в группу туда дублируются все наши видео обзоры ну и конечно же заходите к нам в интернет магазин и покупайте у нас blackview bv 5000 в наличии сейчас полностью черный цвет который вы видите перед собой и моделька с оранжевыми вставками на этом все всего доброго